здорово ребята рад видеть вас у себя на канале и давненько у нас не было зеркальный колод поэтому сегодня поиграем посмотрим какие колода нам предложит игра пощупаем и постараемся конечно же выиграть перед началом желаю всем приятного просмотра кто кушает приятного аппетита маленькая пауза и будем начинать до сих пор дала через игру фатальная ошибка совсем недавно разработчики поменяли интерфейс своего официального сайта с покупками где вы при покупке получаете бонус десяти процентам я расскажу как этого делать правильно смотрите есть сайт market my games ru games 125 принципе домен вы этот видите сами поэтому по этой ссылочке мы переходим после чего у нас есть весь спектр того что можно купить в этой игре от платины до ядер кристалла в принципе пропуска если вы чего-то не видите что вам надо просто покупайте платину и в игре у вас будет выбор купить это за платье поехали допустим я хочу купить себе 200 плате допустим я мужчина я собрался я нажимаю вам дальше купить пока что все просто маля поддержите автора всем максимально просто если вы хотите подержать мне сам на этом я творчества впожалуй Это так вот и буквы Олей дальше нажимаете активировать здесь показывает что вы будете поддерживать меня продолжить здесь можете подписать свой никнейм и написать любое сообщение которое хотите чтобы я увидел опять же я буду на стриме я это все дело увижу и такой интерактив между подписчиками представлять на рассмотрение и здесь у вас будут показаны справу что вы поддерживаете именно меня после чего выбираете метод оплаты я там допустим я Йоз вот этот вот мои идеи продолжить и дальше способ оплаты банковская карта Идем дальше, оно прогружается, вот моя банковская карта, ввожу все данные, после чего у нас происходит оплата, в принципе, и я вижу ваше сообщение, которое вы хотели мне написать у себя на стриме. Все, максимально просто, пользуйтесь, потому что в игре этого бонуса нету, а здесь за те же самые деньги вы можете получить этот бонус. Всем заранее огромное спасибо и увидимся уже в видео. Запускаемся в бой, регнул я за два билетика, и первой колодой нам сразу предлагает ДД волка на капитане. Очень интересная колода, такая колода хорошо стоит в пвп, посмотрим, что получится сделать сейчас. Дала нам Дряду, дала нам Призывателя на усиленном, хотя в последнее время очень не люблю этот талант. Так, меч, куртка на скорость. Хорошо, поехали. Сразу немножечко повысим ранги, после чего начнем собирать по чуть-чуть сокровища. Сразу ранги. Так, капитана я буду выкачивать в первую очередь, первый идет бедлам, соединяю вот так и активирую сокровища, все, пошел урон. Пошел урон, продолжаем копировать Призывателей. Одного недостаточно, поэтому я нахожу сразу же еще капитана, еще одно сокровище, и можно продолжать дальше. Точка роста, мы ее раскачиваем, этот капитан у нас, кстати, стоит на точке роста, урона у него больше, и это хорошо. Так, вот этого, что с ним делать? Что с ним делать, пока не знаю, как будто надо будет просто потом убрать. Так, этого капитана тоже делаем выше, и поехали. Есть мана, можно потихоньку это все копить. Четвертое сокровище у нашего противника, 5, не думаю, что это сильно прям решает. Чуть-чуть перемещу сокровища. Соединю вот так, можно перевернуть, получить еще одного. Надеюсь, активация будет на бедлама, да, у меня есть одна клеточка, где я соединю сокровища и получу буст к своим волкам. 7 секунд, прокидываем гайку, она падает на самого сильного, и поехали, у него пятый мим, кстати, это руина. Это могла быть любая другая пятая пешка, но это пятый мим. По урону, по урону мы дефаем очень хорошо, ну просто потому, что у нас больше волков. У нас больше волков, я их сразу не скипаю. Призыватель, наверное, больше не хочу делать. Дальше буду межить только волков. И собирать сокровища. Так, делаем пятого на точке роста. Он сделал тоже пятого. Не знаю, как он планирует убрать пятого мимо. Я бы, наверное, вообще его не трогал. Просто дальше аккуратненько выставлял волков. И вот, блин, он копирует дряда, но хочет делать высоких. Хотя лучше на первом этапе игры выйти в маленьких. Не копировать сильно дряд, потому что потом пойдут огнерыки, потом будет какой-нибудь трибунал по-любому. И все это забирает экономику. Активация. Девять. Это можно переместить. Четвертая дряда. Ну вот так вот, конечно, можно делать. Если у тебя на рандом выпала дряда, то почему бы ее и не отдать. Но целенаправленно копировать дряду я, наверное, не вижу смысла. Особенно в такой вот межколоде. На два стака по волкам мы его обгоняем уже. Первый капитан стоит. Первого капитана я тоже хочу качать, потому что у них больше урона. Как ни крути. Перемещаем. И бедлам должен отлетать, уверенно. Если у нас такие же шмотки, как и у него. Но, судя по всему... Смотрите, как он быстро бьет. Я не понимаю. Я не понимаю разницы. Почему его волк бьет быстрее? У него меч и куртка на скорость. Теперь мой бьет быстрее. Ладно, возможно, не было активации. Золотое сокровище. Это плюс мана. Появляется еще капитан. Еще капитан. Я его случайно скипаю. Так бывает. 13 сокровищ. 14 сокровищ. Более-менее я привык. И, кстати, вот здесь я, наверное, скопирую все-таки дряду, потому что есть мана лишняя. Можно это все посоединять. У него пока что только один капитан. Я не знаю, почему он не подкачивает других. Он прокачивает обычных волков. Куча дряд стоит нереализованных. Так, есть мана. Переместим. И можно активироваться немного. Призывателя соединяем. Есть еще призыватели. Чуть-чуть поднимаем ранги. Это можно смело скипать. Это можно тоже скопировать. И сделать вот так. Потому что уже, по сути, почти нечего соединять. У нас очень хороший стол. И разница в уроне есть. Есть разница в уроне. Наверное, чуть ли даже не в два раза. Приятная колода. КВП такая тоже играет, но немножечко в другом виде. Там суть в том, чтобы копить стаки. Ого. Чтобы копить лишнее сокровище. И ты играешь через одного-двух волков. Накапливаешь на них лишнее сокровище. За счет чего урон у тебя бустится очень-очень сильно. И колода такая играет с русалкой. Так. 24. Хорошо. 25. Дальше чисто волки. Больше ничего копировать не надо. Только волки, волки, волки и все. Вот этих пацанов я скипну. Потому что хочется точку роста докачивать. Потому что она всего 4%. Бам. Лутаем золото. Да. По экономике у нас отлично. Он сделал Т7. Но я не очень верю в то, что будет какой-то сильный профит с этого. Так. Золото надо забрать оттуда как-то. Т7. Но все остальные маленькие. У нас более-менее равномерно. Да, у нас нет. Т7. У нас есть Т6. Но просто посмотрите на всех моих остальных капитанов. Блин. Золото я пока точно не заберу. Это мы лутаем. 32. На 10 перегоняем. Есть это. Забираем золото. И слушайте. Он хорошо стоит. Уже пятая волна. Для зеркалок это неплохо. Для тех колод, которые предлагаются в зеркалках, достоять до пятой волны это очень даже. Поэтому, поэтому так. 15 ряд. Не знаю как. Еще золото. Бам. Плюс мана. Теперь можно мержить. И делать ребят повыше. Я не понимаю. Я не понимаю. Почему у меня начинается просадка. У меня стол куда ярче, чем у него. Так. Начинает и кончится мана. И это будет обоюдный переворот. Обоюдный переворот. Но у нас есть, скорее всего, есть шанс убить вируса. Активацию я сделаю. Делаю прямо сейчас. И верю в чудо. Что мы хотя бы вирусы затыкаем быстрее. Потому что мы вдвоем это не добьем. Как замедлить? Нечем замедлить. Нечем замедлить. Гайка у него есть, кстати. У него есть гайка. Я активируюсь. Делаю так. Получаю Т7 дряду. Это очень круто. Он замедлил гайкой. Он просто может выиграть за счет этого замедления. И... Ну прожмись! Нет. Нет. Просто он оставил гайку на нужный момент. За счет чего переиграл. Столом в несколько раз хуже. Поэтому... Начинаем с поражения. По шмоткам. Меч копьешь. Да. Шмотки наконец-то начали даваться одинаковые. Поэтому здесь он засейвил себе гаечку. И вовремя замедлил босса. За счет чего выиграл. 5 волн. 93 миллиона. Идем в следующий бой. Регается вторая катка. И здесь у нас древо. Событие нам дает древо на таланте каком? Гребница. Интересно. Первый раз за все время, пока я играю, мне дает древо. И... И на множественном призыве. Вот это я умею. Это я люблю. Это я практикую. Поэтому давайте-ка... Случайно на рандоме прокачаем меч. Потому что я привык, что у меня там всегда стоит другая пешка. И начнем раскручивать стол. Так. Поехали. Сразу двоечку. По идее проиграть не должны. Потому что это просто стандартная колода для пвп. Так. Третий ловче получается в соке. Это нехорошо. Надо будет как-то его убирать. Так. Есть мечи. Призыватели. Продолжаем крутить. Здесь есть все, что надо. Есть орликины. Есть мечи. Поэтому все должно получиться. Так. Здесь тоже точка сойки. Как будто есть вариант поиграть в три. Потому что четырех мы точно не сделаем. А вот шанс, что мы успеем сделать три четверки, достаточно высокий. Так. Бам. Продолжаем закидывать. Только высокие ранги делаем. Чем выше ранги, тем быстрее мы сообразим высокие. Кто не шарит за механику. Так. Вот. Сейчас я сделаю вот так. Вкидываю вдвойную. Нажимаю. И вот так. Все. На самом деле все просто. Все максимально просто в этой колоде. Просто главное привыкнуть. И все будет получаться. Так. Третьего, что я могу скопировать? Меч. Четвертый ловчий. Хорошо. Он даст нам хорошие ранги. У него, кстати, тоже тройка, единичка и двойка. Опять же, у нас стол пока что красивее. Поливать нажимаем. Так. Отлично. Делаем еще одну тройку. И копируем призывателей. Здесь можно покрутить. Есть. Находим еще одного. Проворачиваем. Находим еще одного с оракулом. Так. Что-то надо замерзить. Бам. Получаем лишнее. Тут почти четверка скоро будет. И будем показывать разницу в уроне, я надеюсь. Так. Чем быстрее я сделаю, тем будет лучше. Сейчас немножко по-хитрому сделаю. Сделаю еще двойку. Для этого мне надо парочка призывов еще. И еще один древень. Вот так. Пойдет. Соединяем сюда. Нам надо убрать. Теперь все. И теперь сидим. Теперь просто сидим, ждем. Я нажму манап. Дадутся стаки всем четверым. И скорее всего со следующего манапа мы получим стак еще вниз. И сразу же там сообразим четверку. А потом у нас докачаются остальные. После чего, наверное, я все-таки продолжу строить еще одного воина. На точке сойки. И будет хороший урон. Потом еще надо мечи доделать. И поставить ловчих. И также ловчих заманапать. Да. Отлично. Делаем. Четверка. Пошли мечи. Маны достаточно. Чтобы сделать все, что нам надо. Так. И да. Давайте ставить еще одного. По глазам что? По глазам 5-6. Это норм. Манап. Еще четверка. У него одна есть. И еще одна приближается. И также третий. То есть он тоже вполне себе правильно все делает. По шмоткам у нас здесь что? Меч. Куртка на скорость. Блин. Какие-то одинаковые шмотки на все колоды суют. Просто разные фракции. Может еще одного? Да. Так. Одного стака там не хватает. Пару манапов ловчиму на будущее. Так. Так. По идее древо должно стоять дольше всех. Бам. Еще четверка. Урон. Урон хороший. Очень хороший урон. Слишком простая колода. Если ее понимать. Слишком простая и сильно дамажащая. Нереально наверное будет на любой другой пешке это перебить. Тем более здесь и сойка, и меч, и ловчий. Здесь есть все. Чтобы просто сделать огромнейший урон. Так. Как-то странно он выставился. Он одного поставил просто в точку роста. Не забрав точку сойки. Так. Уберем пока что. Чтобы нажать манап. Здесь у нас сразу теряются два листика. Потому что мы никак не полечим. Поэтому минус два. Так. Еще одна четверка. Есть ли смысл делать еще? Я не знаю. Как будто можно раскопировать дальше просто мечи. Добить десяточку. Везде. И получить максимум. Нежели мы будем копировать призывателей и мечи. Ой. И древний. Так. Десять глаз есть. Даже на двух. И урон тоже есть. Опять же. Урона больше. Шанс победить. Значит тоже больше. На. Вот так. Здесь восемь. Ладно. По экономике плохо. Копируем призывателей. Опять рандомно тыкаю на меч. Хотя не хотел этого делать. Вирус. Вирус. Надо посидеть. И попробовать его скипнуть. Если мы скипнем вируса. Шанс того, что мы проживаем дольше, чем он. Куда выше. Он пока что не выставил сильно много ловщих и не за монополых. Опять огнерок кидает только туда, где есть стаки. Минус два листика. Это, блин, хороший урон. Ну, блин, он нормально дефает. С учетом того, что он не занял последнюю точку сойки. Как это работает? Поехали, смотрим. И мы быстрее убиваем. Вопрос. Скипну ли я вируса? Скипну. Скипну. Все нормально. Пудинг попал только в одного. Его. У него два. У него два древня. Теперь под слизью. Это очень хорошо для нас и очень плохо для него. Куча маны. Тратим, тратим. Убираем. Как будто я смогу еще одну сделать четверку. Есть такое чувство. Ладно, такого чувства уже нету, потому что было много маны. Сейчас ее уже нет опять. Но посмотрите на урон. Мы все еще это дефаем. И мы задефаем боссов. Просадки вообще нету. За счет сплэша, за счет сойки. У древня огромный урон. Отличный талант. Удобная механика. Мы просто сделали все, что надо. Так, смотрим на бедлама. Да, и мы его шотаем. Точно так же, как и шотаем колдуна. Ему немножко подбило. Бедлама он успел убить. Но на колдуна ему не хватило. И он снес ему. Ну, вроде не сильно страшно. Так, перевернем меч. 25% по амулету. О, как. Да, амулет у нас фуловый. Чуть-чуть можно проскипать. Я надеюсь. Дождаться еще манапа. И этих боссов мы должны убить лучше. Просто надо выставить будет ловчих. Освободить стол. Поставить ловчих. И больше замедления. Ну, это древо. Хороший урон и у меня и у него. У кого будет больше замедления, тот и победит. Третий ловчий. Еще вот этот вот. Кто это? Делаю еще одного. Больше ловчих. Но как будто замедления у меня от этого не стало побольше. Колдун сейчас в любом случае их прочистит всех. Может, Сойка как-то подрешает. Ну, нормально. Пудингом и тыкнули. Кукловод. Если убиваем Китсуни, то все будет отлично. Есть. К нему зашло раньше. К нему зашло раньше. И в этот раз мы уже подумали о нашем замедлении. И получилось за счет него выиграть. Колода простояла почти полб на тысячи крита. То есть просто поймите, насколько древо все-таки сильное. Если на прошлом мы еле-еле выжили 100 миллионов, то на древе просто сходу и я, и он простояли полб. Возможно, я бы стоял еще дальше. Но, блин. С такими шмотками, с такой прокачкой это очень много. Идем дальше. Друзья, я запускаю третий ежемесячный розыгрыш на платину. Абсолютно такой же, как и предыдущие два месяца. В этот раз приз будет 2200 платины, который будет поделен на 10 победителей. По 220 платины каждому, что нужно для участия в розыгрыше. В период с 21 сентября по 20 октября совершить любую покупку по моему кодовому слову Оле в официальном магазине игры. Написать в комментариях свой ID и платформу, с которой играете. Выполнив это, вы автоматически становитесь участником этого розыгрыша. Я вношу все себе в таблицу. И 21 числа, то есть это будет октябрь, мы на стриме будем выбирать победителей и награждать их. Всем удачи и увидимся в видео. Ребят, запускается третий бой и это Борей с глаз демонолог. На русалке колода относительно душная. Если это еще архидемон будет... Да, здесь еще и архидемон. Достаточно интересная колода, но я ее не люблю, потому что это полный рандом. Побеждает тот, кому повезло выставить хорошие ранги. И у кого в нужный момент выпал архидемон. Надеюсь, в этот раз повезет мне, я рассчитываю на высоких Бореев. Которые, может быть, выпадут и желательно в точку роста. Четвертый, отлично, ну как же хорошо. Осталось найти высокого сглаза в центр. Так, копируем только призывателей. Это путь к успеху. Так, еще один четвертый. Ну пока все круто, нашелся третий сглаз еще в центре. Первый раз мне так везет на этой колоде. Обычно у меня вообще ничего не падает, а здесь падает все так, как нужно. И очень даже хорошо. На третьего. Четвертый сглаз еще. Может пятый Борей? Нет, пятый сглаз. Ну ладно, вокруг этого сглаза надо построить что-то хорошее. Как будто надо, чтобы еще немножечко повезло. И если еще возле пятого сглаза встанет пятый Борей, Ну, братуха нас точно не выиграет. Давайте уберу. Так, четвертый сглаз. Везение закончилось. По шмоткам у нас здесь лук. Хотя лучше бы это было, конечно, копье. Так, дам я монап маленький, потому что бедлама надо как-то убивать. Стол вроде есть, но вроде пока еще и сильно нет. Мне нечего сказать. Борей решил не активироваться. Он решил не активироваться в момент, когда вышел бедлан. Вот как-то... Как-то так, ну это вообще что? У него Борей активировались. У меня нет. Почему? Почему игра? Почему не я? Четвертый. Так, ладно. Везение закончилось. Надо очень быстро где-то брать ману и что-то делать со столом. Как минимум. Как минимум убирать... Убирать вот это, убирать вот это. Пятого сглаза мы нашли. Хорошо. По двух четверок. Возможно, мы хотя бы на волне его задефаем за счет такого хорошего сглаза. Ну, блин, что делать с боссами? Что делать с боссами? У нас три каких-то слабеньких Борей стоит. Нужна пятерка. Пятерка исправит ситуацию. Ну и пятого демонолога. Хотя бы во что-то скипнуть. Вот все, что угодно бы выпало. Там пятый сглаз, что-то другое. Ну почему пятый демонолог? А, ну все. Слушайте, походу, походу там конец. Маленькие Борей у него стоят под сглазом. У нас хотя бы четвертый. Поэтому нам легко это дефать. Давайте призыватели. Давайте, я в это верю. Еще четвертый. Еще под глаз. И... Ну вот, почему нельзя было так на бедлами активироваться? Если бы такая активация была на бедлами, все. Я бы и тот стол построил достаточно хорошо. Так. Попахивает за стаком. По урону что? Надо доделать манап. Он начинает кидать архидемонов. Манап. И теперь мы должны просто отпылесосить всю волну. Если он нам не накинет чего-то еще. Да, давайте, ребят, пожалуйста, быстрее, быстрее, быстрее. Есть же шанс это шотнуть потом. Не, все, походу сидим мы на таком столе. И ждем возможного переворота от бедлама. У нас хорошие абореи под хорошими с глазами стоят. Даже демонолог стоит под пятна с глазом. Не знаю, давайте еще манап. Может он станет шотать лучше. Глядя на его стол, я не понимаю, почему набивает быстрее. У него стоит вот так. Что, пятый абореи? Давай, давай пятого абореи, и все, я больше не буду верить в удачу. Нам, что будет крутить. И я подкопил маны. На тот случай, если нам перевернет хуже, чем ему. Но также он может накидать архидемонов. Которых он и накидает. Да, он подготовил как минимум одного. И надо кидать, ребята. Надо кидать уже. Не знаю, почему он этого не делает. Возможно, это ошибка. Да, он сделал, но это слишком поздно. Ему уже не хватит. Он не убьет их. Это надо было делать сразу. Возможно, ему надо было выпускать первого архидемона. У него на столе стояло два демонолога. Со сферой. Если бы он сделал клан раков. Интересный клан. Если бы он кинул его перед бедламом. То бедлам бы меня перевернул. Я бы не успел добить ни архидемона, ни бедлама. И они бы зашли ко мне быстрее. И я бы проиграл. Но он решил сделать так. Поэтому это была такая вот ошибка. И он проиграл. Вот эта колода мне, кстати, не очень нравится. Потому что, как вы видите, это полный рандом. Кому повезет, тот и выиграл. Как-то так, ребят. На этом у меня все. Три боя я сыграл. Колода разнообразная. Колода интересная. Колода с древом, конечно, невероятно сильная. В этом событии. Как и, в принципе, в ПВП на этом уровне. Есть еще другие колоды. Слава богу, мы их не застали. Как с элементальным холодом. Там просто отвратительное. Но я еще на стриме поиграю. Может быть, там получится ее поймать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк. Всем, кто пользуется кодом автора. Также огромное спасибо. Обнял. Увидимся в следующих видео. Пока. Продолжение следует.